всем привет итак продолжаем знакомство с технологией куда ну и языком куда си ну и сегодня рассмотрим сложение векторов как сложить два вектора ну вот у меня есть подготовленный пример дальше конечно же добавим еще но этот пример этот пример у нас показывает как сложить просто два вектора на центральном процессоре вот мы видим функцию add который принимает два массива и результат складывает в третий массив и видим вот такой вот интересный цикл то есть по-хорошему складывать вектор можно было бы в другом цикле к примеру for в котором вы от int i равно 0 до i меньше n ну и здесь просто делать складывание но зачем вся вот эта сложность в этом примере это для того чтобы сейчас схематически показать как примерно было бы если бы мы скажем раз параллельный это вычисление на центральном процессоре ну к примеру у нас двухъядерный компьютер два ядра и что выполняла бы каждое ядро то есть с этим примером я думаю понятно есть три массива два из них мы заполняем а третий это выходной массив вызываем функцию add и дальше печатаем результат все вроде просто давайте запустим убедимся да все работает минус 2 плюс 4 будет 2 и так далее теперь смотрите вот этот вот запутанный вариант рассчитан для показа возможности распараллеливание когда в системе с несколькими центральными процессорами или процессорными ядрами например при наличии двухъядерного процессора можно было бы увеличить индекс на 2 при этом первое ядро инициализировала бы вот это вот значение нулем а второе единичка давайте схематически посмотрим чё был сделаем вот так вот и к примеру это схематически в реальном мире на конечно же распараллеливание для двух ядер было бы чуть чуть другим и более сложным но я думаю идею вы должны понять так вот напишем здесь давайте корр один будет выполнять то есть в реальном мире вы знаете что много по точность даже у нас там создается одна функция и с помощью специальных api функции указывается что эта функция должна там выполняться много по точном режиме такого смотрите к примеру двухъядерный или двухпроцессорный компьютер и у нас есть возможность распараллели так вот как же можно было бы распараллелить сложение вот это ты айди у нас чем-то должно инициализировать так вот первом случае когда мы запускаем для первого ядра нулем для второго ядра единичкой дальше а вот этот вот счетчик мы увеличиваем на 2 теперь смотрите первое ядро выполняет и слаживает индекс элементы массива с какими индексами 0 2 4 6 8 а это ядро с индексами 1 потом плюс 2 3 5 7 9 то есть как мы видим задача распараллелилась и сложение в двух векторов выполняется в двух двумя ядрами или двумя процессорами независимо друг от друга не наезжая по по памяти друг на друга ну короче полное распараллеливание вот так вот это если бы у нас была возможность запустить на центральном процессор теперь смотрите как сложить два вектора то есть как модифицировать код так чтобы можно было бы сложить два вектора на gpu на графическом процессоре да так давайте я вот здесь оставлю cpu core здесь так и здесь я добавил добавил вот такой вот код сейчас я его вставлю вот сюда вот так вот и вот так так чего у нас здесь нету функции адд но мы сейчас к ней доберем ну как у нас есть функция адд cpu давайте я вот так вот и напишу cpu на центральном процессоре вот а теперь нам надо функцию адд гпу графическом процессе сейчас мы напишем что мы здесь делаем смотрите мы выделяем три массива в памяти устройства с помощью функции куда нет не выделяем это мы копируем выйди выделять мы не выделяем я этот момент упустил сейчас я быстренько это сделаю для этого нам надо куда малок вызвать функцию куда малок в которую нам надо передать но мы уже прошлом видео с ней знакомились поэтому я думаю объяснять ничего не надо так дл а н из сайзов от от интеджера так вроде же правильно да куда малок воет 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 да все верно так дальше для б и для ц так а честно подчеркивает куда малок вроде ничуть нигде не ошибся пересоберем так вот мы выделяем три массива в памяти устройства обращаясь к функции куда малок два массива дэв а и дэв б не понял чем дело что то здесь уже не то какой аргумент листа ну ка сейчас я где то что то ошибся да походу куда ну вы посмотрите может быть вам тоже будет полезно ну ну а блин н умножить да вот же я ошибся все верно все так вот два массива дэв а и дэв б будут содержать исходные данные а третий массив дэв си будет содержать или дэв сэм будет содержать результат так вот а как и а при программировании на языке си или си плюс плюс если мы где-то вызываем малок либо нью значит ручками где-то надо вызвать фри или дэвид что здесь и дело для трех массивов выделили память на устройстве и для них также потом освободим есть дальше что мы делаем дальше дальше надо заполнить эти массивы вот здесь я их сейчас заполню сейчас я память выделил потом заполняю после чего я копирую я вызываю функцию функцию mem copy куда mem copy с помощью которой мы копируем входные данные в память устройства то есть в данном случае вот входные данные а массив мы копируем в память устройства и здесь указываем host to device а после выполнения сложения массив дэвси будет заполнен соответственно нам нужно из памяти устройства скопировать в нашу память да да из device to host host вот здесь мы указываем то есть точно так же указываем куда mem copy вот здесь главное вы не путайте да можно ошибиться потому что функция называется одинаково но здесь в одну сторону копируется здесь другую а может у вас возникнуть вопрос а почему эти массивы заполняются на центральном процессе но ну просто для простоты пример вы для закрепления этого урока сделайте так чтобы эти массивы заполнились на устройстве вот и все то есть добавь добавьте еще одну функцию то есть не add а fill array gpu в данном случае все заполняется на центральном процессоре с помощью центрального процессора а и на самом деле а если массивы большие то быстрее конечно же они будут заполняться на gpu по идее если все правильно написать короче идем дальше дальше здесь просто всего лишь хотелось показать как реализуется конкретная операция сложения векторов мы еще не написали эту функцию но сейчас напишем сложение векторов на графическом процессоре и так идем дальше теперь нам нужно создать вот такую функцию add gpu которой у нас нет у нас есть функция сложения на центральном процессоре а теперь add gpu что нам для этого надо сделать мы все помним что чтобы пометить какие функции должны выполняться на графическом процессоре нам нужно добавлять некоторые модификаторы в данном случае добавим global 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 void и все те же три параметра вот они три массива этим мы помечаем что эта функция должна выполняться на графическом процессоре дальше что нам нужно сделать нам нужно сделать вот такой int tid равно блок точка x дальше если tid меньше n а n это количество это глобально это наш define количество элементов в массиве то c ну все как было и в предыдущем примере равно так давайте я вот сделаю вот так вот плюс здесь b а здесь а пересоберем то есть мы помним в данном случае ну у меня по крайней мере нужно пересобирать потому что изменения не подхватывает студия если бы это был файлик cpp или c попробуйте переименовать и собрать у меня даже до этого не доходят руки итак пересобираем что мы здесь видим мы написали функцию add gpu которая исполняется устройством для этого мы взяли соответствующий код на c и добавили перед именем функции квалификатор global до сих пор в этом примере не было ничего нового разве что он умеет складывать не только числа 2 и 7 однако стоит отметить две детали параметры в угловых скобках и код содержащийся на ядре то есть параметры вот в угловых скобках и код содержащийся так а на ядре и то и другое новые концепции до этого мы запускали ядра как мы здесь указывали указывали 1 1 сейчас мы здесь указали n 1 что это такое напомним что еще не было объяснения смысла двух чисел в этих угловых скобках то есть мы туманно я об этом говорил что эти это параметры которые говорят исполняющей среде как запускать ядро так вот первый из этих параметров задает вот он первый параметр задает количество параллельных блоков в которых устройство должно исполнять наше ядро то есть 10 будет запущено 10 параллельных блоков в которых будет запущено наше ядро ядро вот оно вот наше ядро вот оно например если при запуске ядра мы напишем мы напишем вот здесь двоечку то можете считать что исполняющая среда создаст два ядра и будет исполнять их параллельно каждый параллельно выполняемый экземпляр называется блоком это значит в данном случае что будет запущено n блоков к примеру если тут напишем там 256 то это будет означать что графический процессор будет исполнять 256 блоков вот и все n ну 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 это проверка для того чтобы ну не выйти за пределы массива что такое вот вот я то мы сейчас подойдем тогда возникает законный вопрос графический процессор исполняет n копий ядра как внутри кода определить в каком блоке он исполняется и вот здесь мы подходим ко второй особенности нашего примера к самому коду ядра точнее к переменной блок idx точка x то есть это мы получаем какой-то индекс на первый взгляд кажется что здесь должна быть ошибка потому что мы присваиваем значение переменной t значение какой-то переменной которая нигде не объявлена однако же объявлять вот эту переменную нигде не нужно это одна из встроенных переменной предоставляемых исполняющей средой кода более того мы используем ее в полном соответствии с ее именем она содержит индекс того блока устройства в котором исполняется текущий код так почему же спросите вы не просто блок idx а блок idx точечка x а потому что куда c позволяет определять двумерную группу блоков для двумерных задач например операции над матрицами или обработки изображений часто удобно использовать двумерную индексацию чтобы переходить чтобы не переходить каждый раз от линейных индексов к прямоугольным не переживайте если вы не сталкивались с такими задачами просто поверьте что иногда двумерная индексация удобнее одномерной но никто не заставляет вас ей пользоваться не хотите не надо так вот при запуске ядра мы задали n вот он наш n в качестве числа параллельных блоков так вот набор параллельных блоков называется сеткой или grid таким образом мы говорим исполняющей среде что мы хотим получить одномерную сетку из n блоков значение блок где тут вот это вот блок блок idx.x для потоков в этих блоках изменяется от 0 до n-1 давайте представим себе четыре блока каждый из которых исполняет один и тот же код но значение блок x точка x в них разное так вот смотрите как это выглядит вот представим четыре блока но так как на графическом процессоре с поддержкой да куда или графические процессоры от nvidia могут запускать это ядро на многих многих и многих блоках но давайте представим что у нас четыре есть возможность запускать один и тот же код параллельно параллельно это означает ну вот в данном случае они будут выполняться физически одновременно будем надеяться так gpu 1 core это 2 это 3 аен то 4 так блин так на ноуте неудобно кстати программировать ну для меня я обычно клавиатуру подключаю сейчас у меня ничего не подключено короче теперь смотрите вот представили что у нас четыре блока есть каждый из которых исполняет один и тот же код так вот вот эти значения в них разные теперь смотрим здесь будет в блоке первом ноль здесь будет один здесь будет два ну а здесь будет три так так вроде нигде не втыканул вроде так вот вспомните пример для центрального процессора вот он с которого мы начали тогда для сложения двух векторов нам пришлось обходить элементы с индексами от нуля ну или от единички до n-1 но поскольку исполняющая среда уже запустила ядро в н блоках ну к примеру вот здесь в четырех блоках и в каждом блоке представлен ровно один индекс вот этот ровно один индекс мы можем получить благодаря вот этой вот перемене то практически вся работа уже сделана а так как мы ленивы то нас это не может не радовать у нас остается время написать какой-нибудь свой блок например о том насколько мы ленивы да но это я зачитываю из книги поэтому как написано так написано итак зачем же мы проверяем сделаем вот эту проверку она ведь обязана быть меньше n потому что ядро запускалось так что это условие непременно выполняется ну на самом деле так здесь мы указываем для сколько блоков запустить соответственно ну вряд ли будет такая ситуация когда у нас вот это будет больше чем n но стремление лениться еще имеет обратную сторону навязчивую боязнь того что кто-то нарушит предположения сделанные нами о поведении программы а если предположения нарушены то код перестает работать а это извещение об ошибках сидения допоздна в компании отладчика и вообще куча ненужной работы если мы не проверим что tid меньше n и из-за этого заберемся в чужую память ничего хорошего ждать не следует на самом деле это скорее всего приведет к насильственному завершению ядра потому что в гпу встроены изощренные схемы управления памятью которые завершают процессы нарушающие правила работы с памятью вот 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 поэтому и сделана эта проверка так вот что же мы имеем мы имеем код параллельно исполняемый графическим процессором может быть вы и слышали что это трудно или что для программирования задач общего назначения на гпу нужно разбираться в компьютерной графике но как вы убедились это уже не так q до си очень хорошо упрощает то есть дает существенное упрощение для написания параллельного кода на графических процессорах в этом примере мы складывали вектор вектор длиной 10 мы можем это 10 или вы можете изменить на 10 тысяч или 50 тысяч чтобы сразу запустить десятки тысяч или десятки тысяч параллельно исполняемых блоков но имейте ввиду ни одна из размерностей массива блоков не должна превышать вот это значение 65 тысяч пятьсот тридцать пять то есть больше запустить нельзя ну параллельно выполняемых блоков это ограничение налагается оборудованием так что попытка запустить больше блоков приведет к ошибке но как обойти это ограничение будем разбираться в следующем видео давайте давайте if больше равно error вот так так если n так вот смотрите ну мы сейчас запустим конечно же проверим работает ли так вот фишка в чем фишка в том что запускаются n параллельных блоков которые по хорошему но в данном случае у нас 10 штук поэтому можно сто процентов говорить что все они выполняться параллельно то есть можно сказать одновременно соответственно сразу 10 блоков запустится ядра на видео на графическом процессоре заработают и все они в один момент там один такт второй такт третий ну может быть в 4 такта каждое ядро ядра это я говорил небольшие арифметические логические устройства которые способны выполнять простые операции printf сюда вряд ли получится встандалить потому что printf работает с ну для работы printf нужно гораздо больше всяких операций hello ну давайте проверим так уж и будет так вот соответственно запускается параллельно n блоков и они в один момент грубо говоря за 4 такта а эти 4 такта выполняются параллельно раз и выполнились и вектор у нас сложился очень быстро ну чё 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 можно или нельзя ну вот как так давайте мы выполним по идее должно завершиться тогда hello а не hello даже вывелось интересно значит hello printf можно делать но сложные операции здесь делать не рекомендуется потому что потому что потому что это эти ядра как я уже говорил они сопроцессоры вот поэтому они выполняют не очень уж сложные операции так давайте запустим еще раз долго пересобирают на самом деле странно почему ведь у меня то сколько 12 ядер ну здесь скорее всего нет ядер зависит от того что мне диск не ssd потому что вот ssd но на ней стоит ubuntu а здесь обычный диск так ладно запускаем еще раз и смотрим вот сработало на центральном процессоре а вот сработало на графическом процессоре и еще тут есть конечно какие-то какие-то нвд и анализаторы я думаю мы будем с этим разбираться позже но сейчас я запущу посмотрим посмотрим чё ж так долго так смотрите как она выглядит я запускаю пример я хочу я хочу профайл куда аппликейшн хорошо чё тут так так о вот это профайл nextgen дальше 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 чё мне надо gpu warp state хрен его знает вы кстати поклацайте если у вас студия если у вас не студия а Ubuntu и у вас там запускается Eclipse то там тоже это все есть есть это ns ns nvidia давайте запустим посмотрим чё нам выдаст опа опа опачка профайлинг какой-то прошел и чё мы видим и профайлинг конкретно для нашей для нашего кода который выполнялся на gpu так и чё ну я чё-то ничего не понимаю speed of light чё это означает memory duration сколько duration прошло 5.4 ус это наносекунд а что если изменить на 50 тысяч раз раз два давайте попробуем тест сделать и запустим профайлер по поводу замеров времени я наверное в следующий раз уже сделаю потому что нужно подготовить это я сейчас долго писать буду тут на паузу не ставится тут только останавливается запись а потом запись опять надо запускать а потом это склеивать а потом это еще короче я думаю вы понимаете так сейчас запускаем и так запускаем performance какой-то анализатор говорим говорим вот это и и выбираем скорость давайте давайте вот это еще давайте вот это еще memory instruction короче вы вы поиграйтесь если ой 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 эти printf и magic number какой-то прочитала печально печально мы почему-то упали и почему давайте я выводить не буду сейчас попробую еще раз запустить я даже не знаю сколько уже пишется видео по идее недолго но с этим я тогда неправильно время это но это должно быть сейчас около 9 показывает 555 а почему так не знаю потому что так это я вывожу результат тоже почему так непонятно на убунте правильно время ну короче тут убунта борется как-то с windows я не разбирался потому что так давайте еще раз давайте еще раз запустим вот это так надо пересобрать я забыл пересобираем пересобираем профайлер должен конечно же ну как для чего нужны да вот эти вот все тузы так сказать приложения да для того чтобы улучшать свои алгоритмы то есть чтобы прогонять делать анализ так ну сейчас хоть выполнится ну да вроде выполнен хорошо запускаем последний раз этот анализатор это я закрою это я закрою и это я закрою и запускаем и выбираемся по простенькому выбираю вот те ух ты блин смотрите-ка какие тут еще настройки оказывается но с этим надо сидеть и класс времени сейчас нету так давайте вот это мы выбирали давайте запустим и посмотрим что произойдет я думал printf кстати ну компилятор кудовский на printf скажет что не-не-не дружище тут нельзя ну потому что printf что он работает с портами ввода-вывода хотя может быть сейчас эти поколения эти ядра могут работать не знаю оооо мы упали круто ладно ладно подождите еще чуть-чуть попробую еще раз начинается казалось бы поставил 50 тысяч никогда параллельное программирование не было таким простым казалось бы да давайте поставим 10 тысяч ну блин пересобрать надо никогда не было по таким простым ну я думаю со временем разберемся в чем проблема и я думаю у меня все-таки руки дойдут и я настрою пути под ну попрописаны надо все пути компилятору куда флаги там и все остальное и попаду бунта уже я думаю будет проще и приятнее это все делать так последний запуск если не получится то поиграйтесь сами если у вас студия может у вас и на лбунте уже все работает так open report он стоп что мне надо мне надо вот это и вот это ланч опача опача выполнилась за 56 нано типа секунда и чё и чё рекомендейшн нет никаких рекомендаций эм элапсет сколько циклов восемь тысяч не восемьдесят две тысячи циклов хрен его знает ну как вы видите как вы видите я бы сейчас с умным видом сказал бы ну как вы видите результат налицо здесь даже ну нечего объяснять я думаю и так все понимают что это круто я тут ничего не понял поэтому закрываю поэтому на сегодня все всем блин сейчас еще если упадет это будет весело ну казалось бы да компьютер ноут двенадцать ядер шестнадцать их оперативки и 束 stock новое не буду нервы у меня не выдерживает работать с ней нужно настраивать и работать поводу поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментирую Всем пока.